На страницах нашего сайта мы уже рассказывали о том, как найти площадь популярных геометрических фигур, таких как прямоугольник, треугольник и трапеция. В данной статье мы бы хотели рассказать тем, кто не знал, и напомнить для тех, кто забыл школьный курс математики для шестого класса, касающийся вопроса, как найти площадь круга. Энт Пепеп. В школе учителя нам рассказывали, что окружность представляет собой множество точек, равноудаленных от заданной точки и лежащих с данной точкой, а также между собой в одной плоскости. Точка, от которой равноудалены другие точки, называется центром окружности. Расстояние от любой точки окружности до его центра, называется радиусом окружности, обычно обозначается заглавной английской буквой R. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Расстояние между двумя противолежащими точками, у которых соединяющий их отрезок проходит через центр окружности, называется диаметром окружности и по общепринятым стандартам обозначается. Английской заглавной буквой D. Кругом называется часть плоскости, ограниченная окружностью. Исходя из определения окружности, можно понять, что диаметр равен двум радиусам окружности d равно 2r, а радиус наоборот равен половине диаметра r равно d2. После того, как были определены все свойства и ключевые характеристики кругов и окружностей, можно приступить к определению площади круга, для чего может быть использована следующая формула. s равно n решетка 960. r2 где, s площадь круга, n решетка 960. Число π, о нем мы расскажем ниже, r радиус окружности, n решетка 960, равно 3,14. n решетка 960. Формулу площади круга можно преобразовать с учетом того, что радиус равен полудиаметру круга. В этом случае она примет вид n решетка 960. d равно n решетка 960. d2 дробь 4 где, n тн пепеп. s площадь круга, n тн пепеп. n решетка 960. Число πd, диаметр окружности. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.